Тан Сан, морской бог, конечно, очень силён. Парные духи, 17 красных колец и 2 золотых, эволюционировавшая паучья кость. К тому же он на 100% он исследовал силу морского бога. Он явно сильнее богини Тянь Ринсюэ и даже богини Ракшасы Бибидун. Тогда почему, как обсуждалось в прошлом видео, он проиграет в финале и умрёт. Основная причина заключается в том, что он один сражался против двух богов сотого ранга. Его врагами были богиня Ангел и богиня Ракшаса. По одиночке он мог бы перебить их довольно легко, однако сражаться сразу против двоих это уже совсем другое дело. Кроме того, он уже долгое время боролся с Тянь Ринсюэ и победил её, после чего столкнулся со смертельной атакой Бибидун. У него совсем не было передышки и силы восстановились не полностью. Есть также и другие причины. Давайте рассмотрим это подробнее. Когда Тянь Сан пришёл к перевалу Дзялин, богиня Тянь Ринсюэ уже была там. Вместе с Золотым Крокодилом она командовала всем войском. Битва была крайне ожесточённой, перевал Дзялин был захвачен, погибло много вражеских титулованных. Тянь Ринсюэ сбежала от Тянь Сана. Некоторое время он искал её, но потом вернулся в штаб Небесной Империи. Интересно, что придя туда, он сменил доспехи морского бога на обыкновенную одежду и скрыл свою ауру, чтобы не смущать солдат своей божественной силой. На следующее утро Тянь Сяо, нынешний глава клана Чистого Неба, возглавил Дай Мубая, Джуджу Цин, Махан Дзюня и другие силы, а также весь легион духовных мастеров и 10 тысяч учеников армии Тян. Император планировал объединить армии Небесной и Звёздной Империи, чтобы идти на столицы Духовной Империи и зачищать территории на пути к городу. Однако, ко всеобщему удивлению, отряд Духовной Империи, численностью менее 100 тысяч человек, возвращался к крепости. Неужели они хотели умереть? Буквально несколько дней назад эти войска отступили, когда Небесная Империя разрушила крепость, но теперь они направлялись прямо сюда. Тан Сан нахмурился и понял, что за этим, вероятно, стоит Цинь Ринсюя. Кроме неё, кто мог бы заставить эти войска Духовной Империи вернуться обратно на перевал Дзелин? С первого взгляда было видно, что эта армия выглядела как беспорядочная толпа. Маршал Делун рассмеялся. «Кажется, я был прав. Они, должно быть, пришли, чтобы сдаться». Но прежде чем он закончил говорить, ледяной голос разнёсся эхом поверху стен. Выражение лица Тан Сана внезапно изменилось. Две фигуры вылетели из разразнённого строя Духовной Империи, но не в сторону перевала Дзелин, а прямо в воздух. Цвет неба изменился, когда они взлетели. Оно стало наполовину золотистым, наполовину тёмно-фиолетовым, странно сияя. Тот ледяной голос эхом повторил ещё раз. «Тан Сан, выйди и прими свою смерть». Другие не могли увидеть этого ясно, но Тан Сан видел, кем были эти двое. Парящий в воздухе, тот, кто излучал золотистый свет, отражающийся в небе, без сомнения был богом ангела Цен Рин Сюэ. Её ангельское деяние уже полностью восстановилось, и она просто смотрела на человека рядом с ней. Рядом Цен Рин Сюэ находилась злобная женщина, полностью покрытая доспехами, блестящими тёмно-фиолетовыми с фиолетовым лицом. По её силуэту и аурия Тан Сан точно мог определить её личность. Удивительно, но это была императрица духовной империи, Биби Дун. Ещё более удивительно, что её следует называть «бог Ракшаса Биби Дун», то есть она уже достигла уровня бога. Вместе с армией пришли два бога, бог ангела Цен Рин Сюэ и бог Ракшаса в пурпурных доспехах. Тан Сан теперь ясно увидел, что командующим армией внизу была Хулена. Тан Сан уже вылетел из перевала Дзелин и появился в воздухе. Казалось, победа гарантирована, всё было под его контролем, но он не мог представить себе такой ситуации. Действительно, менее 100 тысяч человек не имели большого значения. Но Биби Дун и Цен Рин Сюэ, стоявшие перед ним сейчас, были богами, которые могли опрокинуть всю небесную империю. Изменения во внешности Биби Дун были огромными, теперь она излучала только злую ауру. Её сине-зелёное лицо и пурпурные доспехи составляли явный контраст. Её доспехи были покрыты пурпурным облаком с отвратительным запахом, а по обеим сторонам её спины торчали четыре гигантских серповидных лезвия. Тан Сан четко почувствовал божественное присутствие. Биби Дун холодно рассмеялась. Тан Сан, как неожиданно. Не только ты, Стен Рин Сюэ, я тоже унаследовала божественность Ракшасы. У вас двоих всё было намного проще, чем у меня. Чтобы унаследовать бога Ракшасу, я потратила целых 20 лет. Цянь Далю никогда не смел отомстить мне. Это было потому, что он чувствовал божественность во мне. Теперь я наконец завершила наследство. Что с того, что ты победил мои легионы духовных повелителей? Я верну всё это. Континент будет моим. Тан Сан возразил, говоря, что он не позволит этому случиться. Но Биби Дун ответила. Тан Сан, ты действительно очень силён. Я признаю, что ты определённо самый выдающийся человек, которого я знаю. Настолько, что даже моя дочь не является твоим противником. Однако теперь ты столкнёшься не только с ней одной, но и со мной. Даже один против одного, ты не сможешь победить меня. Так как же у тебя есть шанс против нас обоих? Сегодня день твоей смерти. Вау, Биби Дун и правда была полностью уверена в себе и в победе. Она указала на главную причину этого. Выставить против двух богинь, Тан Сана будет намного тяжелее, чем раньше против одной Цинь Ринсюэ. Биби Дун взглянула на свою дочь. Её глаза сразу же стали зелёными, а в её руке появился гигантский тёмно-фиолетовый сер. Она и Цинь Ринсюэ, держащие ангельский меч, разделились. Одна слева и одна справа. Получается, бог-ангел, что казалось был за добро, объединился с богом зла Ракшасы против Тан Сана. С одной стороны свет, с другой тьма. Всё это было слишком неожиданно для Тан Сана. Он сожалел, что не выследил и не уничтожил Цинь Ринсюэ сразу после их битвы. Он также сожалел, что не убил Биби Дун, когда была возможность. Сейчас её появление перевернуло всё с ног на голову. Сожаление ничего не изменит. Когда Цинь Ринсюэ стала богом, он считал её своим самым сильным врагом. Он не думал, что Биби Дун станет такой серьёзной угрозой. Если он столкнётся с Биби Дун один, Тан Сан был уверен, что сможет сражаться. Но кто станет победителем, сказать нельзя. Но теперь враги удвоились. Битва одного бога против двух богов определённо не была такой же, как один духовный мастер против двух мастеров того же уровня. Теперь Тан Сан должен рискнуть своей жизнью, чтобы победить. Произойдёт весьма непростое сражение Тан Сана против Биби Дун и Цинь Ринсюэ, двух богов. Увидим это в финале. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, как по-вашему. Насколько тяжело Тан Сану придётся в битве против двух богин? Есть ли у него шансы? Подписывайтесь на канал и всем пока.